Новую страницу истории Национальной парусной лиги открыли участники высшего дивизиона. Водная схватка для сильнейших яхтсменов совершится 24 марта. А завтра к ним присоединятся оптимисты, которые раскрасят парусами акваторию курорта. В воскресенье добавятся участники премьерки. Конки проходят практически у берега. Срители смогут не только разглядеть водные баталии, но и понять, что конкретно происходит на воде. Все действия яхтсменов комментируются. Все самые сильные команды со всей России, от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Петербурга, собрались здесь. И они выясняют, кто самый сильный в Российской Федерации яхтсмен. Какая команда самая сильная. В высшем дивизионе гоняются 25 команд. География участников разнообразна. В этом году добавились яхтсмены из Екатеринбурга, Челябинской и Чеченской республики. Команда самого южного региона страны Ахмат уже получила свое достойное одобрение. Яхтсмены победили в зимней серии и взяли путевку в высший дивизион. И руководство серьезное, и планы серьезные, и команда сильная. Для начала хотим на российском рынке себя показать, что в Чеченской республике тоже существует парусный спорт. И я думаю, уверен, надеюсь, это послужит большим началом развития парусного спорта в Чеченской республике. Национальная парусная лига состоит из трех дивизионов – высшего, премьер и детского. Последний примет в октябре «Артек». Всего в этом сезоне пройдет 20 этапов, наблюдать за которыми смогут не только сочинцы, но и жители Туапсе, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Таким образом, лига будет проходить до осени. В регатах примут участие 50 команд и 350 юных яхтсменов, которые в течение сезона будут отбираться на заключительный этап серии. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.